Спасибо, Юрий Кириллович, много хороших, глубоких вещей. Я знаю, что многие братья и сестры проликовали. Братья все ликуйте. Ну вот, много разных. Вот задаются люди вопросом, какие учебные заведения вы оканчивали? Вот слушают Ваш русский язык. В Омской области есть город Тара, на севере в Тайге. Там вот в Омской области я учился 9 лет в этой школе, а потом в Омске строительный техникум. И потом я достраивал коммунизм, как Вы видите, неудачно. Коммунизм распался. Это все, да, на этот вопрос? Хорошо, ну все. Сколько часов должен работать муж, чтобы его семья не была обделена общением с ним? Я считаю, что законы, которые устанавливают восьмичасовой рабочий день при пятидневной рабочей неделе, достаточно для того, чтобы обеспечить семью насущным и сохранить силу для воспитания детей и оказания любви и внимания к жене. И считаю, как уже вот и говорил, что внимание к жене в этой части наших особенных ценностей является первостепенной важностью. К жене и к детям. А тогда Бог восполнит труд, труд достаточный, чтобы было хлеб насущный, довольство было. Я вот говорил о своем детском опыте, когда отец работал за очень небольшую плату. Ну, было все так жили, но он был присвитером церкви и время отдавал церкви очень много. Мы в детстве трудились, то, что называется натуральное хозяйство. Но это формировало нас, детей, мы умели забить гвоздь, мы умели распилить доску, мы умели косить сено, мы умели колоть дрова. То есть любой труд, который в жизни был необходим, его валенки подшить или сапоги подшить, это в детстве, может, выглядело неким напряжением, но это давало мне свободу. Я завтра вырос, там, в армию или я пошел, или в какую-то общагу жить. Я не представлял никакой трудности вот простую, так сказать, житейскую форму все решить. Поэтому трудиться на производстве больше, чем наше законодательство предписывает, нет никакой необходимости. Нет никакой необходимости. Хорошо. А что вы думаете о мужчине, который много служит и мало времени уделяет семье? Писание говорит, хорошо служит, вот тот может быть епископом, да, который хорошо управляет домом своим, детей в послушании содержит. Если он не управляет своим домом, он не может быть присвитером. Поэтому вот этот нонсенс, который вот вы сейчас в вопросе в этом ставите, он говорит о нашей уже внутрицерковной непоследовательности. Не может человек, который оставил семью без внимания, быть служителем церкви. Я, например, всегда говорил, вот там начиналось, когда рождалось женское служение, женщины активны, у них энергии жизненные, брат, ты мой сколько. Первое, что я всегда с сестрам говорил, сестры, если вы в своей семье не сделали все необходимое, чтобы дети были ухожены, чтобы дети были обстираны, чтобы дети были заботы, никакого вам служения среди где бы то ни было не может быть. Но точно тоже и к мужчине. Хорошо управляющий домом, это значит в доме жена ухоженная, дети вниманием обеспечены хлебом и насущным. И после этого смотрим, человек достойный, он может нашей всей церкви послужить. А если он бросил дом и в церкви изображает из себя служителя, я не думаю, что это успешная работа. Юрий Кириллович, расскажите о вашей личной духовной жизни, практике молитвы, пребывании в слове. Нет во мне такого примера, чтобы им поделившись, сказать, вот как надо жить. Павел мог сказать, подражайте мне. Конечно, практика молитвы. Первое для меня это фундаментальное было покаяние, когда я обращался к Богу в сознании, в страхе, что если сегодня не покаюсь, то конец мне гореть вечным пламенем в аду. Я осознавал себя грешником, безусловно. И когда это произошло, покаяние, очищение и прощение, это вот не богословские термины, а это настоящее пережитое жизнью, обновление. Вот, конечно, в этом случае чтение Писания стало просто, ну, само собой разумеющимся, когда я читал Писание от первой строчки до последней, до того времени. Два года мы жили на севере, там не было церкви, после покаяния два года мы жили. Вот это была единственная Библия. Конечно, это молитва и Писание, все, что мы имели. И радиоприемник, где вот эти вот христианские передачи были, и глушили, но, тем не менее, можно было прорваться там. Я песни проповедовал, и хорошо, и классно так зажигательно мы слушали. Вот это была наша школа и наша собра. А вот потом, когда уже мы приехали в Омск, там крещение приняли, когда мне говорят, надо проповедовать, вот тогда мое чтение Писания стало чтением с тем, чтобы рассказать о том, как я верю, во что я верю, что за Бог, который я верю. Уже немножко был другой подход к Писанию, и он, конечно, уже во мне самом производил эти перемены, некое было изучение Писания, чтобы рассказать об этом другим. Молитва всегда была с нами, вот это вот было воспринято из дома, из детства. Молились утром, молились вечером всей семьей. Молитва за приемом пищи, благослови Господи и благодарим Господи. Молитва перед выхождением и вхождением при необходимости того или другого труда. И это стало для меня как бы само собой разумеющейся дисциплиной моей христианской жизни. Так вот и в нашей семье мы это дело практиковали. Каких-то особых, мне вспоминаются в этом случае слова Бога, который говорит Моисею. Помните, вот он пришел, впереди море, это сзади фараон с войском. Народ весь стонет и выпьет. А что же ты, куда же нас привел? И Бог говорит, Моисею, что ты выпьешь ко мне? Встань и иди. Протяни твою руку и двигайся прямо по морю. И для меня вот это тоже слово, которое говорит. Сама практика молитвы, если она не имеет цели конкретно, если это в практике молитвы нет настоящего сражения, вот того, о чем апостол Павел говорит, всякую молитву упрошением, молением, с благодарением, обо мне самом молитесь, чтобы мне благовесствовать. Вот молитва должна быть наполнена тем содержанием, который продиктован целью. Мы к этой цели устремлены Господом, и для достижения этой цели нам нужна помощь от Господа. Тогда вот во всякое время духом мы совершаем служение и молимся. В этом вот я больше такую вот практику молитвы исповедую. Спасибо. Ну вот, уже ответ был в принципе дан. Верно ли поступает жена, занимаясь церковной работой, при этом оставляя детей на других людей? Как брат говорил, я в ее словах, я удачно женился. Моя жена, даже ее приглашали, ну, как бы семья, есть о чем рассказать. И муж-служитель вроде, она всегда от этого отказывалась и никогда вот на это искушение не поддалась. Но я за это благодарен Богу, что у меня никогда не было проблем с детьми. И считаю, что вот их вот и жизненный статус, и христианская вера – это заслуги жены, которая была посвящена семье целиком. Если говорить не о личной опыте, а вообще вот сейчас о церковной практике, то остаюсь на позициях. Женщина, прежде всего, у ней глава муж. У ней глава муж. Значит, благословение мужа, чтобы заниматься служением на стороне, оно первостепенное. Это только тогда, когда муж говорит, хорошо, Наташа, делай, вот только здесь, чтобы у тебя не провалилось, я с чего помогу. А если у мужа нет понимания, что она, как жена, может там где-то кому-то помогать, или тем более дом оставленный, вот приходят дети со школы, они, значит, беспризорники. Или утром надо уходить детям в школу, и они идут неприбранные, потому что мама где-то там на стороне какие-то важные государственные вопросы решает. Когда вот они не могут себя подчинить этой дисциплине, потому что надзора над ними нету, а, конечно, это в большей степени материнское внимание, она должна быть с ними. Я считаю, что никакой публичной деятельности общественной нельзя брать себе в обязанности, потому что самое главное – это создание семьи, это создание домашнего уюта, это забота о детях. Детям нужна материнская рука, материнское внимание, материнское присутствие, иначе они привыкают, они могут сами. Но это же Райкин когда еще смеялся, когда мама бежит на работу, запыхавшись, и тут дворнику просит, там, присмотри за моим, тут соседу просит, посмотри за моим. Это была сатира, это была сатира, которая показывала, из-за того, что в государстве не устроены правильные дела, семья обреченная, и у нас детская преступность, у нас отсутствие практики семьи и жизни. Отчего разводы? Если я вырастаю в семье, в которой папа с мамой живут какой-то жизнью неизвестной, если я не учусь вот тому обустройству семьи, я вырастаю неспособным к семейной жизни, да? Я по влечению похоти вступлю в брак, но я не смогу создать семьи, потому что у меня нет этого опыта. Так что здесь очень много таких аспектов, которые завтра аукнутся. Поэтому матери, ну, женщины, ну, считайте для себя и церковью, и Божьим царством свою семью, своих детей. Занимайтесь ей до такой степени, чтобы к вам приходили домой и спрашивали, и не надо было бы никуда идти. А вот очень близко к этому, а если человек, он считает, что мое служение от Господа – это моя семья, точка. Вот муж говорит, моя семья – это мое служение, все, братья, у меня есть служение, есть семья. Я такому человеку протяну руку и скажу, благословение тебе желаю, брат, и создай там, вот, твоим служением достойный образец христианской семьи. Я не стану его упрекать, что есть какие-то общественные дела, которые ты там не выполняешь в это время. Вот, конечно, может быть, за этим и маска, за которой скрывается лень, например, нежелание участвовать в каких-то делах общих. Но потому как первостепенные важности, поле деятельности для всякого христианина – это семья. Первостепенные важности. И поэтому я могу сказать такому человеку – благослови Господь. Благослови Господь. Потом, когда он семью воспитывает достойно, он сюда в церковное собрание придет со всей семьей. Рядом будет сидеть жена, и рядом будет сидеть пятеро детей, они будут семьей. Они не будут, папа сюда сел, мама туда сел, а дети бегают где-то в вестибюле. И это наша трагедия. Это наша трагедия. Потому что в наших церквах, я помню мой шок, я приехал из Омска в Москву. Как раз наступила перестройка Московской Центральной Церкви, да простите меня Господь, что я называю прямо по имени. Там что-то под 600 детей в воскресной школе. Ну, то есть, был бум такой, был такой бум. Неверующие отдавали детей своих, потому что разрушился коммунизм. Потом проходит пара лет. Я всматриваюсь в аудиторию. Средний возраст, 73 года. Где дети? Где дети? Где молодежь? Да, есть там всегда на балконе молодежь. Но где 600? И так поглядел во всем. Почему я сейчас так говорю, может быть, рисковато. Что в наших воскресных школах не должно быть вот этого извращения Евангелия и истины о Боге, сказочной такой, да? А должна быть серьезная, настоящая проповедь детям. И поэтому, когда мы думаем, что общее занятие важнее, общие церковные дела важнее, а семья брошенная, вырастают подростки и уходят в мир. И уходят в мир. Это статистика ужасная. Статистика просто вот бьет под корень. Особенно девчонки еще маломальски сохраняют. У них есть, так сказать, больше тяготения к Богу, страху Божьему, просто послушание. А пацаны куда угодно идут. И это страшная статистика, в которой в воскресной школе были десятки и сотни детей, выросли до подросткового возраста, и их нет. Это точно. Дай Бог, чтобы так не было. Дай Бог, чтобы не было. Верно ли поступает муж, уезжая миссионером и оставляя жену маленьких детей? Как правильно это по Писанию? Как вы думаете, исходя из опыта? И похожий вопрос. Как вы относитесь к заработкам за границей? Возможно, немножечко вот разное. Там вот на миссию, но оставляет семью свою. А вот здесь заработки за границей. Результат тот же. Трагическая реальность, которую просто так игнорировать нельзя. Но миссия – это, безусловно, духовный подвиг. И я бы сказал, что как небольшой промежуток такого освоения территории миссии, возможно, когда муж уезжает, оставляя семью. Но как небольшой промежуток времени с четким ясным представлением. Вот пройдет вот этот период времени, и знай, что мы с тобой были вместе там. Потому что если муж отделяется от семьи, то миссия уже сразу подвержена неполноценности. Она уже сразу калека. Она не является настоящей миссией. Муж и жена – это неразрывное единство. И я не могу обосновать уход миссионера на какие-то святые поля, когда оставлена жена и дети без его внимания и присмотра, если это тем более продолжительное, неограниченное время. Я считаю, что цельность семьи должна быть такой ценностью и святостью, которая ничем не повреждается и не подвергается никакой опасности. Даже перед лицом такого подвига миссионерского. С другой стороны, бывают ситуации, когда вот такое время миссионерского служения необходимо освоить и выполнить, и жена принимает это для себя, как тоже участие в миссионерском труде. Благословляет мужа, отпускает его на это время. И они в таком согласии, в котором нет ни подозрения, ни опасности, в котором есть ясность, целостность вот этого решения. Так бывает. Это исключительный случай. Просто нельзя дать такого универсального рецепта, что нет и нет, или можно. Это всегда индивидуально. В части вот заработков, которые, ну, отхожий промысел он всегда бывал, но он тоже сопряжен с такими страшными последствиями, как разрушение семьи, как две семьи у одного мужика живет потом на два дома. Это, безусловно, вещь, которая, ну, тоже опять дать универсальный рецепт на все случаи жизни я не возьмусь. Понимаю, что ответственность мужчины, чтобы в доме у него был достаток. И вот он живет в обстоятельствах, в которых у него этот достаток здесь невозможно. Его из воздуха не высосешь. Надо где-то найти, надо предприимчивость, проявить некоторую изобретательность и найти вот эту возможность, чтобы семью обеспечивать хлебом. Ну, помню, когда вот мы его отца осудили, его забрали из семьи, увезли там куда-то братскую ГЭС строить. Но мы остались без отца. И это тяжелое. Это только христианское или христово заступничество сохранило семью и нас с хлебом и со всем. Сколько лет не было отца? Наверное, пару лет. Ему пять лет дали, но потом до конца он не отбыл. Да, по всем этим инстанциям хлопоты его осудили, с работы взяли, зато не отца осудили. Но тем не менее, вот эти вот месяцы, которые были такой катастрофической вещью, их нельзя было самому принять, да? Это Бог допустил. А так вот, если я представляю, когда отец уезжает, оставляет мать с детьми, детей без отца, и потом только, может быть, денежки присылает. Какой-то короткий промежуток времени допускаю, но в целом такой стиль жизни не считаю возможным. Я считаю, это нельзя делать. Нужно, значит, такую вот работу, где нашел, туда перевести семью и жену, и детей, и там жить. А вот расскажите немножко больше о вашей жене, детях. Во сколько вы женились? Ну, во сколько. Мы быстренько женились, мы люди такие. Надо вспоминать, сейчас это был год какой. Значит, у нас дочь родилась в 73-м году. В этот период мне было 21. Вот если в 20 лет мы, значит, это мне, если говорить, мне 20 лет вот такой. Я уже был зрелый такой самостоятельный человек. Я себе так восторженно хоть раз скажу, да? А жене моей, она на два года моложе. Мы познакомились, когда ей было 16, она такая девица уже была зрелая, красивая. А я был такой неухоженный, как этот Есенин говорил, московский озорной гуляка. Ну, я был омский озорной гуляка. Вот мне было, значит, 20 лет, когда мы женились. И ей 18. Она уже и по гражданским законам, и по всем прочим была такой самостоятельной девушкой. Я скажу вам, что в моей старости я не жалею, и молодым людям советую вступать в брак раньше, чем ждать какой-то. Ну, некоторые говорят, надо дом построить, надо так вот уже как-то определиться с карьерой, надо какие-то там материальные уже иметь накопления, чтобы дом строить, семью создавать. Я, например, говорю, а почему бы вам не заняться этим вместе? И дом строить, и материальные накопления, и все другие материальные ценности. Мы вступили в брак, не имея ничего. Абсолютно. И сегодня, вот если говорить, а когда наш брак уже... Это у них завершён, а у нас в расцвете. Ну, у нас всё есть. У нас всё есть. А когда мы вот вступили в брак, у нас не было ничего. Даже зимнего пальто. Хотя жили в Сибири. Слава Богу. Всё преодолели вместе. Любовь согревала. Любовь согревала. А что, жить одному нормально, биться и страдать, и мечтать, и не понять, кто ты есть, да? Это нормально. А в супружести вдвоём вот уже состоялась целостность, и вместе бьёмся, да? Бьёмся друг с другом, и вместе бьёмся против врагов внешних. Но в битве рождается же всё-таки настоящий характер. В битве. Мы победили, по крайней мере. Слава Богу. Слава Богу. Вот есть братья, которые собираются жениться. И вот братья спрашивают, а вот что нужно прежде всего? Вот, я собрался жениться. Что прежде всего нужно делать? Вот вы там говорили о расчётливости, такой интересной расчётливости. Как-то так вот впервые, наверное, вот такой взгляд. Вот брат спрашивает, что делать в первую очередь до брака? В первую очередь, конечно, вот когда зрелое это решение у меня есть, я как христианин понимаю, что это Божий замысел. Нехорошо быть человеку одному. Значит, это Божий план, чтобы я был вместе с женой и продолжал род. Значит, вот я, исполняя Божий план, нуждаюсь той помощницы в Еве, которую Ты, Господи, для меня определил. Соответствующее мне, вот я уже говорил, значит, это человек духовный, у ней должна быть вера живая. Это, конечно, социальный статус, он в том числе и в возрасте соответствующем. Я считаю, 2-3-4, может, максимум года, которые не играют роли, разница в возрасте. Но больше это уже создает некоторую проблему. В этот период возникает уже формирование, вот прошло в молодости характера, уже есть устоявшиеся принципы. И в возрасте они уже могут сыграть такую вот не очень положительную роль, когда друг ко другу вместе приобщаясь, привыкание и общие ценности создавая, такая разность может стать поводом для конфликта. Поэтому вера, вот эти социальные общие ценности, возраст соответствующий. И тогда я считаю, что молодой человек, я, допустим, вижу, что такая сестра Катя, вот она здесь рядом с нами живет. Конечно, я сказал, в совете с родителями, да, совет с родителями очень важен. Они могут подсказать из опыта своего доброе слово. Здесь, правда, нужна и родительская мудрость, которая не диктует и не отказывается от совета. И пастырское внимание, например, подойти к пастыру. Вы знаете, у меня были такие вот интересные случаи. Я учился в техникуме, я был совсем пацан безмозглый, да. У нас были люди, которые уже вот после армии учились, уже такой более-менее возраст имели где-нибудь между 20 и 30, да. И два таких интересных эпизода вот остались у меня. Они подходили ко мне, мужичины такие. И они у меня так вот спрашивали, вот хочу жениться. И вот такая девушка, это же совсем безбожное общество, я тогда не был верующим. И вот такая девушка, вот мне нравится, как ты думаешь? Это осталось у меня в памяти, как вот такая вот необходимость молодому человеку свои чувства, свой выбор и свое решение подкрепить, ну, к авторитетным мнениям. А в церковной аудитории, если я верующий, вот это авторитетное мнение, это родители, они в единстве, они подтверждают Божье благословение. Я хочу, у меня есть такое представление, родители благословляют, пастор церкви благословляют, это значит Господь с нами вот в этом акте. И тогда мы приступаем. Вот, как я уже рассказывал Кате, у меня есть такое желание, я молился, меня Господь открыл, я хочу тебе сделать предложение. Вот рассказывает Билли Грэм, который старец, сейчас ему сто лет уже скоро будет, если не нынче, да? И он рассказывает, что когда он решил жениться, то есть у него было зрелое решение, надо жениться. Я посмотрел так в зал, о, красивая Руфь, подошел Руфь, я хочу жениться, будь моей женой. Она говорит, ну, мне же надо подумать, не, ну, естественно, не сейчас прямо, ты подумай, я подумаю. Ну, хорошо, давай будем молиться, Руфь не стала там капризничать. Вот это очень важно, когда сестры не гадают, вот так вот не выражат и не присматриваются на мужичков, которые вдруг, о, это будет мой. И начинается потом болезнь. Она спокойно сидит, ждет воли Божьей, подходит этот Билли и говорит, будь моя жена. Говорит, хорошо, помолимся. Сколько мы помолимся? Ну, год примерно, год молимся. Они год молятся, через год он приходит, никаких контактов, никаких там дружбов, ничего. Ну, как, Руфь, ты молилась? Да. Какой твой ответ? Ну, я согласна. О, здорово, отлично. Мне тоже Господь дал такое ясное теперь чувство к тебе. Значит, мы с тобой... Хорошо, давай теперь будем еще молиться, чтобы у нас было это действительно проверено. Еще будем год молиться вместе, чтобы наш брак был действительно не случайным, не решением каких-то там эмоций, да, а настоящим духовным осознанным актом. Мы будем молиться вместе, потому что мы же должны будем на всю жизнь соединиться. Еще год они молились. И через год, когда он снова к ней подошел, она говорит, мне Господь и мне Господь. Вот они прожили, у них сын, значит, Франк сейчас возглавляет ассоциацию миссионерскую, их дочь Анна, она среди служителей потрясающий лидер. Кто, может быть, даже видел ее, она женское служение очень активно проводит, но видно одаренная женщина. Просто эта благословенная семья прожили всю жизнь, сам Билли, в течение 50 лет, последняя, вот второй половины 20 века, был постоянно в течение 50 лет в первой десятке самых влиятельных людей в Америке. За эти годы несколько президентов в Америке менялось, каждый считал за честь, чтобы у них на инаугурации присутствовал Билли Грэм. И даже вот этот уходящий ныне в отставку Обама, Барак или Сарай, как его, правильно, он уже старец Билли Грэм. Но когда он вступает в должность, вот он поехал к нему в его избу, и счел для себя необходимым прийти к нему и сказать Билли, благослови меня. Это репутация, которая была в течение 50 лет и завоевана, и сбережена, но она была на старте, когда сама жизнь формировалась на этом фундаменте незыблемом. Как хочешь ты, Господи, и семью создаю, как акт, который является для меня основополагающей крепостью духовной, откуда я выйду, или как служитель, или как благочестивый человек, или моя жизнь рассыпется в прах. Вот правильное создание, это именно на этом основании. Бог повелевает мне быть отцом и мужем. Как это осуществить? Помоги мне, папа, помоги мне, пастырь. Я хочу. Вот Катя. Помолились все вместе, благословили, и Катя просто идет как таревека, потому что Бог ей повелел. И никаких капризов. Она идет, почему? Потому что Бог ей повелел быть его женой. Она признает в нем господина. Она не вышла из-за того, что у него машина, там козелак. Она пошла за ними не потому, что у нее родители состоятельные. Она пошла, потому что Бог ей дал вот это сердце смиренной девушке, которая готова быть женой, послушанием, повиновению мужа. Если так готова девушка, она будет счастливой, она будет создавать семью, в которой будет мир. И муж будет всегда, и господин, и почетнейший человек страны и мира. Но это вот взаимное такое должно быть, такое поклонение Богу. Вот почему я с этого начал. Бог, прежде всего, и Его Слово. Вот для нас фундаментальные основания, которые будут сопровождать жизни и помогать нам быть счастливыми. Очень важно, очень важно. Ну, а вот бывают случаи, когда он предложил ей молиться, вот они молятся, и ей открылось, вот он наконец-то. А он пришел к совершенно другому выводу. Ну, это какой-то невероятный вообще пример. То есть, он ей предложил, а потом сам же и отказался, да? Это наш, это пролетарский подход, да. Вот такого парня я бы к стенке поставил. Потому что прежде чем ты к ней подошел, прежде чем ты к ней подошел и сделал предложение, ты уже внутри себя, как мужчина, да, принял такое решение. А это ветреное создание, которое, давай помолимся, я хочу, чтобы ты была моей женой. А на утро мелькнула какая-то более привлекательная. И он говорит, да, Баня, ты мне нужна. А вон я видел феню, она вообще блеск. Это ветреный человек. Это ветреный человек. Девушке, которая оказалась вот в таком состоянии, я всегда говорю, помолись Богу и поблагодари. А если бы вы сошлись, а ты бы всю жизнь видела его только пятки, которые сверкают от одного дома к другой, это понимаете, какая страшная была бы катастрофа для жизни, потому что на всю жизнь брак-то один, да? Вы уже вступили, вы уже дали обещание, а он неверный своему слову. Мужчина потому и мужчина, что он верный своему слову. У него есть слово «да-да», «нет-нет». Это не тот человек, который хозяин слова «хочу-дал, хочу-взял назад». Это вот страшная вещь, то, что вы сказали. А вот сегодня мы живем во время, когда действительно семья переживает кризис глубокий. И разводы, это уже оно пришло к нам. Они есть. К сожалению, и в церквях. Вот жена вышла, развелась с мужем, вышла замуж за другого, за неверующего. Что делать мужу к этому же, как вы относитесь к повторному браку? Когда ситуация именно, как вы представляете здесь, то есть есть грех прелюбодеяния, женщина оставила семью и шла к другому мужчине. Да, это уже признак окончательного разложения в обществе, и в том числе в женщинах, которые еще в недалеком прошлом трудно было бы себе представить. Это, конечно, и мужчин характеризуют, как таких инфантильных. Я не знаю, как это, не хочу в это углубляться. Но в этом случае оставленная сторона свободна, так сказал Христос. Нерасторжимый брак, кроме вины любодеяния. Грех прелюбодеяния, брак разрушает и делает его уже просто отсутствующим, его не существует. Вина прелюбодеяния для человека обманутого оставляет его свободным. Он имеет право вступить в брак или простить и принять, когда вот такая сторона раскаивается, признает свою ошибку. То это может быть лучший исход, но когда женщина уходит, я знаю такие случаи, когда женщина оставляет мужа, оставляет детей, увлекается какой-то страстью, это вообще какое-то извращение. И мне приходилось видеть, когда женщина, попавшая в это обольщение, разорвала свои отношения с церковью, отношения с детьми, отношения с мужем. Казалось бы, там была для нее какая-то невероятная сила, притяжение, которая через какое-то время обернулась в потере всего. Этот муж больной раком умирает, у ней не остается ничего. Ее родной муж, ее дети, конечно же, ее не хотят признавать и видеть. Ее муж вступает в брак, и не сразу, через какое-то время, но он вступает в брак, создает новую семью. Она остается у разбитого корыта, достойна всякого сожаления, но она выбрала сама этот путь для себя. И я считаю поэтому, когда человек предает свою супругу или супруга, все чувства жалости здесь просто должны быть выключены. Должна быть справедливость, которую говорит Христос. Создание новой семьи, свободная жизнь, совершенно, абсолютно право человека, который предан. А вот тот, который предал, предатель, вот тот уже обрек себя на мучение. И здесь, потому что проходит это время увлечения, страсть эта проходит, наступает минута прозрения, что я наделал, Господи, как тот лудный сын, да, у свиного корыта. Только идти уже некуда. Вот почему мы говорим в самом начале. Брак – это святое Божье установление. Брак нерасторжимый. Брак один раз и навсегда. Это соединение двоих в одно. Это не просто попробовал, не получилось, снова попробовал, не получилось, еще раз попробовал. Это мирская, извращенная картина. В церковную среду она тоже входит. Почему? Потому что мы внутри церкви допустили, вместо главенства Бога, мы допустили главенство человека, его чувства, его удовольствия. Вот это вот Евангелие преуспевания, когда Бог становится такой скатертью-самобранкой, да, мы главные в этой вселенной, и ты, Боже, нам подсыпь, что надо. Мы, хочешь, на колени встанем, хочешь, мы запоем чего-нибудь, но ты нам подсыпай. Мы ненасытимые, у нас ненасытимость и две дочери. И мы, значит, тут пришли к Богу, получая эти удовольствия. И физические, и материальные, и социальные, какие угодно. Это извращение Евангелия. Евангелие, человеческая судьба, находится в страшном положении, в плену греха. Из этого плена греха, из того вечного ада, выход один – это Христос и Иисус. И когда мы приходим в этом понимании, ко Христу Иисусу спаси души наши, вот тогда мы встаем, омытые, очищенные, и говорим, Господи, что повелишь мне делать? В браке, в служении в церкви, в отношении в государстве, мы всегда на этом страже. Господи, что Ты повелишь мне делать? А здесь вот то, что вы нарисовали, когда разрушается семья, легко и просто. Вчера обещал, стоял перед церковью. Ты веришь? Ты любишь? Люблю. Ты будешь ей верен? Буду ей верен. Ты будешь хранить эту любовь? До смерти? До смерти буду хранить. Проходит год, и куда что девалось. Вот это вот продукт безбожного, атеистического общества. Человек болтун. Человек обещает и врет, даже не моргнув глазом, не выполняет свое обещание и нисколько не стыдится. Вот это разложение моральное, которое произошло, и свидетели, которые мы с вами стали, это только лишь подчеркивает, насколько опасно вот это заигрывание с нашими страстями человеческими. Они нас заведут вот в эту петлю, из которой невозможно будет выбраться. И поэтому, вот кажется, это предписание такое жестокое. Я не люблю, зачем я буду мучиться? Лучше мы разойдемся. Это же ведь безбожный постулат в нашу среду вошел. Я не люблю, зачем я буду мучиться? А что такое любовь? Любовь же это служение. Это же не эмоции, которые возникли и не возникли. Помните историю в Ветхом Завете, когда Амнон влюбился там в сестру свою, да? Я, говорит, не могу, ни спать, ни есть, все, уже сохнет, лежит. Что такое Амнон? Вот если только сестра мне даст, мне хлеба там его подучили, вот она мне сварит похлебку, вот я, может, тогда выздоровею. Эта страсть половая, которая в нем возникла, привела к тому, что он свою сестру изнасиловал. Любовь была невероятная до гроба. А тут, когда он это сотворил, вдруг возненавидел ее лютой ненавистью. Вот эта вот характеристика, этот эпизодик, он оставлен для того, чтобы мы понимали, половое влечение – это не любовь. Половое влечение – это половое влечение. И оно тогда свято, когда оно базируется на божественном законе создания семьи. Двое становится одна плоть. Когда оно базируется именно на этом понимании, что брак – это тайна, которую совершает Бог. Из двоих делает одно. И тогда и законно, и удовольствие, и радость, и продолжение рода в этом акте. Это исполнение, это физиология. А любовь – это такое состояние, когда нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Какая любовь, если ты вчера обнимал, вчера обещал, а сегодня встал и пошел? Что это за любовь? Это не любовь. Это не любовь. Это гнусное свидетельство несостоятельности человеческой. Это просто страшная демонстрация продажа греху, предательство. Спасибо. Вот еще вопрос. Что делать для того, чтобы жена больше и больше поддерживала мужа и была советчиком и поддержкой в том служении, которое он делает? Ну, конечно, это вот вопрос уже может быть из состояния, ну, какого-то отчаяния, потому что, надо сказать, что делает ли муж все для того, чтобы жена чувствовала поддержку его и внимание его, и любовь. Потому что, если муж только ожидает от жены поддержки, а сам никаким образом эту поддержку ей не оказывает, это эгоизм. И рассчитывать ему на успех напрасно, напрасно. Все-таки надо понимать, что же замужество, замужем жена, которая признает своего мужа господином, значит, он ответственен за весь этот климат. Он ответственен за отношение ее к его труду, к его посвященности к этому труду. Это он должен создавать. Вот для нее такой безопасный мир, то мы говорили вот о доверии, да, мужу, об этих искренних отношениях по отношению к жене. Я же говорил, это вещи простые. Для меня, допустим, они святые. А каково для жены, которая сидит вот так на лавочке и часами ждет, пока этот муж-служитель, а к нему там очередь таких женщин, которым, в общем-то, и вопросы пустяковые, а иногда и никчемные, но просто надо как-то засветиться. Всякое бывает. А она сидит на лавочке, сидит она час, сидит она два, и потом этот изможденный мужик выходит. И что она должна после этого думать? Вот мой муж святой, да? А мой муж прошел мимо жены и не оказал ей должного внимания, не подчеркнул никаким образом, что это моя жена, что даже, может быть, подождите, ребята, вот я тут сейчас с женой объяснюсь, ей попрошу, может быть, мы с ней решим вопрос. У нас это, в общем-то, отношения не налажены. Поэтому это первое, что вот в этом вопросе я бы сказал, сделай так, чтобы твоя жена чувствовала, что ее боль, ее переживания, ее заботы, тебе тоже заботят, тебе тоже доставляют боль, и ты их понимаешь, ты их понимаешь. Она в тебе видит опору свою. В ответ ты получишь то, что ожидаешь и что хочешь. Это настолько взаимно, это настолько вот так, знаете, это требует нашей общей жертвы, и жены, и мужа, безусловно. Но вот могу сказать одну историю такую, она, конечно, не из канонических книг, но мужик, он такой, ну, наш пролетариат, такой, пришел домой как-то, что называется, под градусом, да, и плохо даже помнит, где он был. Утром просыпается, белоснежная постель, все, понимаешь, ты вот так вот, райский уголок, сам он раздетый, и только в башке звон, где же я был, где же я нахожусь. А у него такой шок, потому что, когда он в таком бодуна приходил домой, то это значит спал у порога, и даже его никто не раздевал, он там тут все, что называется, под себя. А тут в такой постели, это для него шок, он выходит, на столе завтрак приготовленный, там на скатерти белый, рубашка поглаженная на стульчике висит, штанишки. Из соседней комнатки выходит сын, сын, слушай, что тут происходит, что тут было? Сын говорит, да не знаю, вчера ты пришел, как всегда, бухнулся тут у порога, но мать хотела тебя из сапоги стянуть, а ты начал брыкаться, орешь, женщина, не тронь меня, я женатый. Вот женщина все сделала, потому что она увидела, что как бы ты не был пьян, но ты женатый, ты помнишь свою жену, ты жену свою помнишь, ты другой женщине не отдаешь. Она говорит в благодарность, и выстирала тебя, и вымыла, и постель белую вложила. Это, конечно, вот такая иллюстрация, не из канонической притчи, но мне кажется, она говорит о том, что вот чтобы женщина поддерживала тебя, мужик, будь мужиком. Это замечательно. Замечательно, да. Как муж должен соединить в себе качества сталь и бархат? Сталь и бархат? Это вы упоминали? Я такого не говорил, я таких слов даже не знаю, да. У меня слово сталь вызывает всегда, ну, такие ассоциации, как закалялась сталь. А это коммунистическая книжка, хотя там хорошие есть, может быть, примеры. А бархат, это вообще, это из области княжеских покоев, поэтому я не знаю, что это такое, сталь и бархат. Я могу, конечно, так, ну, как бы ассоциации возникают, да, мужчина непреклонный, и в то же время он умеет, лучше быть нежным и мягким. Я вам скажу, что женщина, вот мы говорили, на первом месте у нее желание нежности, да, на первом месте у нее нежный, но будь к ней нежный, вот это бархат. Будь в ней нежный, будь к ней внимательный, поцелуй, на ушко скажи слово ласковое, цветочек подари, скажи, что ты самая моя, единственная, и делай это. Тебе станет это самому легко, если первый сделать, в первый раз, трудно, нет таких слов, ну, потренируйся, зайди в туалет, потренируйся, вот, потому что язык не знает таких слов, это правда проблема, ну, что вы думаете? А потом, вот так вот, потренируйся, когда вот она будет сидеть рядом, сама она ушла в магазин, а ты сидишь и говоришь. И вот потом, эх, ломка страшная, это хуже, чем из наркотической зависимости выйти. И ты начинаешь говорить ей прямо в глаза, и чувствуешь вдруг, слушай, так это же здорово, и она тает, и ты начинаешь говорить, ей, и это становится твоим уже, знаете, фирменным знаком, твоим достоинством, это твой бархат, ты жене свои эти знаки внимания оказываешь. Подаришь ей безделушечку какую-нибудь там, духи там подаришь ей, цветочки подаришь ей, ну, это не забудет она никогда. А сталь, ты, в общем-то, как мужик, сталь нужен тогда, когда, вот, какая-то нужна защита дома и семьи. И ты тут, брат, ты мой, отразишь любую напасть, отразишь любую склоку, любую военную угрозу ты отразишь, потому что ты мужчина, ты стоишь на страже дома. Ну, иногда, вот, на бракососчитаниях, я говорю жениху, и невесте это в равной мере, но говорю жениху, ты вот как Христос, который представляет свою церковь святой. Что это значит? Пройдет некоторое время, ты на свою жену будешь смотреть вот этими глазами трезвого, сытого мужика, да? У тебя исчезнет этот пиетет, у тебя исчезнет вот такое вот ликование и любование. Это естественно, тебе нужно это преодолеть. Мало этого, ты попадешь в компанию мужиков, а всякие мужики бывают. Я, допустим, верующий, я работал на стройке, а кругом меня, это что такое стройка? Там химики, там пьяницы, там такой вот отстой. И разговоры там, ну, всякая похабщина. Помню, один молодой человек у нас был, он женился, и он с таким ликованием рассказывал о своей жене, о своей супружеской жизни, что это для него было таким радостным переживанием. Ну, все это прекрасно. Потом проходит годик, может быть, чуть больше, и вдруг, что я слышу, он начинает рассказывать о своих отношениях с женой, таким же языком, похабным языком, анекдотов скабризных, которые, ну, ладно, о каких-нибудь там безымянных, да, чудищах, а тут он за своей жене. Я говорю, Рашид, а что с тобой произошло? А как ты себе позволяешь о своей собственной жене такие вещи похабные говорить? Он так смутился, но я, ну, это к чему? Вот, вот ты сталь, вот ты сталь. Когда твоей жене скажут какую-нибудь похабную шутку, вот ты встань и в нос раздай такому человеку похабному, как сталь. И не скажи, если ты еще жену мою когда-нибудь упомянешь в таком виде, я тебе буду по-другому разговаривать. Вот ты сталь, потому что ты за свою жену защищай, готов, вплоть до того, что рискуй своей жизнью. Потому что это ты и она одно. А мужики часто допускают, часто допускают. Иногда, может быть, жены дают повод, так сказать, раззадоривая мужики эти страсти плотские, но недопустимо, что мужчина позволял свою собственную жену, чтобы кто-то унижал его присутствие, он бы, так сказать, или радовался, или поддахивал бы, говорил да-да-да. Вот это вот должна быть сталь мужская. Это замечательно. А вот еще вопрос о детях. Как оградить детей от разного влияния, навязывания? В частности, празднуют разные праздники, откровенно языческие, и даже в школе. И вот как бы ребенок, он может и подарок получить, а мы понимаем, как верующие люди, что это неправильно. Как оградить, чтобы у ребенка не было тайной обиды? Вы знаете, я говорил уже, что родители, младенчество, дети, мы получаем детей вот абсолютно беспомощные, да? И когда дети возрастают, это же удивительно, когда вот этот папа, ну такой мужик, как десятки, но к этому папе ребенок, еще ничего не умеющий сказать, сразу же улыбается, и у него там эмоции возникают. Мама тем более, ладно, мы понимаем, она ее родила, она скармливает с пеленочек. А чужой дядька, чужой дядька. А потом наступает момент, когда папа эту связь теряет, именно в силу своего равнодушия. Как оградить? Авторитет родительский до последнего времени, пока сами родители не растеряют, у детей самый высший авторитет, это родители. Школа влияет, там ученые рассказывают, что человек произошел от обезьяны, смеются, Бога нет. Но для детей, я могу сказать, по собственному опыту, жизнь, вера, убеждения родителей остаются выше всех академических открытий, всего давления общественного. И поэтому я воспитывался в семье, в которой не запрещали посещать общественные мероприятия в школе. Но я внутри себя имел такую страсть подражать родителям. В них для меня был эталон. В них для меня был эталон. И если это была граница вера в Бога и неверия, то для меня вера в Бога оставалась такой вот святостью, которая никакая наука не могла разрушить. Это вот в детском восприятии, когда еще там критического мышления не было. И поэтому я могу сказать, если мы говорим о защите детей, то прежде всего жизнь благочестивая святая вот в доме отцовском, материнском, в котором благоговение перед Богом, в котором вот этот вот авторитет Бога, Его верховенство и в Слове Божьем и в практике жизни не показные, не два часа в собрании, а именно вот здесь с детьми вместе. С детьми вместе поклоняемся, молимся, веруем. Для детей это лучшая, самая сильная защита. Вот на них будет давить там атеистические мракобесии и всякие праздники, они их не повредят. Потом возникнет период, когда друзья станут авторитетом, когда просто тяготения неосмысленные в силу компанейщины, да, но что ты там типа стесняешься, а что ты там боишься вот этого. И ребенок возникает вот этот момент, ребенок, вот я помню историю, когда в школе возник конфликт с учителем, весь класс говорит, мы не пойдем на уроки к этому учителю, она такая-сякая, разве такая, весь класс говорит, мы не пойдем. Вот эта вот корпоративная этика предполагает, что все, конечно, кто тут может возразить. И одна девочка встает и говорит, я не буду. Почему? Я верующая. Вот пример, как этот сохранить авторитет, как сберечь. Вот это в том, что верующая девочка вот в таком возрасте восстала против всего класса, сохранила верность этим идеалам, которые исповедует семья. Это потому, что практика и учения в родительском доме не расходятся. И эта девочка могла стать, это же примеров много таких. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы сберечь авторитет, этого влияния, и чтобы дети наши были вот так близки и так вот с родителями откровенны, это все в наших руках родительских. Вот еще вопрос относительно, он пикантный. В Украине конфликт на Востоке. И много семей через разность взгляда на вот этот конфликт и имеют разобщенность. Что бы Вы посоветовали вот таким семьям, где вот муж, он конкретно, вот он радикал, а вот жена, она понимает, что это не совсем нормально. Вот такой вопрос. Если это верующие люди, то тогда, конечно, здесь нужно духовное внушение вот таким радикалам, потому что это обнажает подмену в наших ценностях, где Христос, главенство Его игнорируется. И я вот, например, в радикализме пролетарском, в радикализме патриотическом, я его демонстрирую, фактически отказываю власти Христовой. Я предпочитаю власть вот эту земную. Я попадаю или я обнаруживаю для себя и для окружающих, что моя вера христианская, она вторична. Я оказался зависимым от влияния вот этих сил политических, авантюристических, но они меня сделали своим агентом. Я сегодня за вот эту идею, за этот кусок земли разрываю отношения в семье, разрываю отношения в церкви, потому что я считаю вот здесь вот справедливость. Это совершенно обнаруживает, совершенно неправильное представление. Нету справедливости на земле. Нету ее. Здесь, если я как христианин, вот во времена, допустим, распространения евангельской истины и церкви Божией, войны были всегда. Но церковные люди, они выходили на поля сражений. С чем? Они приходили на поля сражений, перевязывали раненых, вытаскивали с поля сражений раненых, независимо, кто за кого воюет. И известный сегодня Красный Крест, это вот медицинская такая вот милосердие организация, она родилась именно тогда, когда христиане оказывали милосердие, независимо, кто за какую территорию воюет, кто за какую страну воюет, кто какой национальности принадлежит. И пример Христа о милосердном самарянине, он о чем говорит? Самарянин некто. Находит иудея, который лежит избитый, и берет его, и вытаскивает на плечах своих, и лечит его, и помещает его в госпиталь, и дает еще на содержание деньги. Иди и ты поступай так же. Вот когда вдруг проявляется, ах, этот вот этот, вот самый, вот он, да его еще надо больше избить, это обнаружит, что во мне нет Христа. И я не являюсь христианином. Если говорить по максимуму. Поэтому, когда возник конфликт в семьях, когда возник конфликт, как вы говорите, пикантная проблема, это проблема не пикантная, это проблема такая трагическая, несостоятельности нашей веры. мы вдруг от принадлежности к Царству Небесному обнаружилось. Мы вдруг стали патриотами Царства Земного. И при этом мы выбор сделали в пользу каких-то политических спекулянтов, пренебрегая своим братьями. Ну, я утрирую, может быть, чуть-чуть гиперболизирую это, но картинка именно такая. Картинка именно такая. Я должен сказать, что это для меня тоже было таким откровением. И самому мне пришлось вот так вот размышлять. И сейчас еще я вижу, как давление вот таких уже привычных тяготений, оно меня уводит от Христа. И я начинаю вот ту или другую точку зрения поддерживать или опровергать. Я попадаю в конфликт совершенно не евангельский, я попадаю в конфликт мирской. И я занимаю чью-то из позиций, которая и та, и другая противна Евангелию. Потому что в вашем вопросе радикал, например, муж, который готов там положить голову на полях сражений за кого бы то ни было, этому радикалу мужу надо покаяться, надо этому радикалу мужу обратиться ко Христу и увидеть, а где Христос сейчас, на чьей стороне, и чью он голову сейчас снимает. Он только свою голову помещает на крест и молится за всех, и говорит, прости, мотча не знает, что делает. Вот это вот, вот это вот Голгофа нам нужна, Голгофа нам нужна. Нам нужно этот политический градус снизить, нам нужно понять, что на этой земле вот здесь за это нечестивое богатство, за власть дерутся обольщенные дьяволом люди. Христос никого на войну не повел. И радикализм в святой жизни это радикализм благочестивый, а радикализм в драчке политической это дьявольский радикализм. Вчерашние вот герои проливали кровь, убили у нас несколько миллионов людей. Сегодня люди стоят растерянные. Так что это было? Гражданскую войну, красный террор, голодомор. Ведь там же были лозунги высокие. Там же был радикализм. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. И люди многие, в том числе и христианские в прошлом, они пошли, они одержимы этой идеей, пошли в эту войну кровопролитную. Что сегодня? Вот прошли годы, мы внуки тех вот радикалов сегодня стоим. Что же мы наделали? Разорили землю, поубивали своих родных, поубивали своих близких. И сейчас мы же жертвы этого радикализма. Мы же и жертвы этого радикализма. Потому что встать на колени и сказать, Господи, благодарю Тебя за насущный хлеб, благодарю Тебя за мир в моем сердце. Не могу. Потому что кругом враги. потому что мое сердце полно гнева. Потому что в моем сердце какая-то ненависть к этим людям. Это что произошло? То, что вместо чувствований Христовых я подчинил себя вот этим страшным, гнусным чувством плоти. И этот радикализм, это греховная страсть. Избавление только в одном. Надо ко Христу приходить. Надо ко Христу приходить. А Он говорит, любите ваших врагов. Любите, ненавидящих вас, благотворите им. Молитесь за обижающих вас. Вот это да. Так это значит, что мы их Христа отвергли. А в этих людях Христос. Они сегодня заблудились. У них сегодня, может быть, помрачение ума. Им нужна Евангелие, им нужна любовь. А мы готовы их убивать. Ну, это страшное признание. И Господь допустил, мне кажется, именно для того, чтобы мы свое христианство проверили. Оно настоящее христианство или оно такое избирательное христианство. Ну, как тот говорил, герой Джона Буньяна. Извыгод. Спасибо большое за хорошее время общения. Вам спасибо. Спасибо. Игорь Негода. Игорь Негода.